Во-первых, там будет примерка, да? Ну, то есть, это не на Алиэкспресс вы купили, а это задумка автора. Ну вот скини, давно их не было на мне. В джинсах в этих поели плотно. Я буду вынуждена ходить с верблюжьей лапкой, вот как бы. То есть, если у вас животик, опять же, животик может быть разным. Попробуйте эту попу втолкнуть в джинсы с хлопкой, да? Хочется тебе у меня уже спросить, где библиотека находится, да? Добрый день, стильные люди! Вы снова на моем канале, и я рада вас приветствовать. Мы продолжаем серию прекрасных, познавательных, очень нужных роликов моды по ГОСТу. Здесь мы с вами обсуждаем, как же выбрать те самые классные, качественные вещи для своего королевского организма. Начать хочется с того, что многие спрашивают, Стасия, только ли вы находитесь на ютубе, потому что кто-то испытывает сложности с тем, чтобы смотреть здесь наши ролики. Для тех, кто находится в России, ролики доступны по VPN или на мобильном интернете. Просто отключите Wi-Fi, попробуйте посмотреть снова, обычно это помогает. Если не помогает, мы представлены на других платформах. Сейчас вы видите их на экране и можете найти в описании к этому ролику. Второе, что хотелось бы обозначить. Мода по ГОСТу. В прошлый раз был тестовый выпуск, мы вас услышали, мы читали комментарии. И сегодня мы выходим с усовершенствованным роликом, где мы не только теоретически что-то рассказываем, как выбрать ту или иную вещь, но и приезжаем в магазин и прям наглядно выбираем вместе с вами те самые лучшие джетсы. Второе, что хотелось бы сказать. Мы читаем все комментарии. И под прошлым тестовым выпуском мы увидели ваши желания и стремления к тому, чтобы мы показывали не только неочевидные дешевые варианты, но и к тем высоким критериям, которые мы к ним предъявляем. Поэтому мы все услышали, сегодня мы поедем обязательно в магазин и будем это делать вместе с вами. Выбирать все самое лучшее для нашего осеннего гардероба. Что такое осень? Это лужи. Но не про это. Осень это еще наши любимые джинсы. И по статистике больше половины населения земного шара каждый день носят джинсы. Просто представьте себе. Для кого-то, для меня в частности, эта позиция гардероба является ключевой. Что значит ключевой? Я ношу достаточно часто этот предмет одежды, и он является частью моего стиля. И в этом случае, конечно, мне бы не хотелось промахнуться мимо своей покупки, потому что я покупаю джинсы достаточно дорого. Почему? Потому что я их ношу долго, они у меня заходят во все мои образы, с жакетом ли, с чем-то более расслабленным и так далее. Поэтому здесь, конечно же, я отслеживаю все те критерии, про которые я сегодня буду рассказывать. Маленький нюанс. Сразу я знаю, вот прям вижу, как ты мне говоришь, Ну вот джинсы, осень, о чем ты? Все мокрые до колена. На самом деле, если вы обработаете свои джинсы в дождливую погоду специальным средством, которое отталкивает влагу, вас это 100% спасет и спасет, кстати, ваши джинсы. Ну, в том числе, я обрабатываю этим спреем и зимой для того, чтобы отталкивать соль. Не знаю, как у вас, но у нас в Москве это даже не соль, это химикат, который остается на джинсах. Стильно я предлагаю вам написать в комментариях, нужно ли рассказывать историю появления той или иной вещи, потому что, с одной стороны, хочется ее рассказать, ну, например, что деним произошло от слова денимс, то есть означает конкретно из города Ним, да, и это город где-то там во Франции. Нужно ли вам выдавать эту информацию или нет, Стас? Ну, это долго, это затянуто, давай по существу. Сегодня мы подсократим всю эту историю, перейдем сразу к критериям выбора, а пока ждем ваши рекомендации, ваши пожелания. В 1851 году Леви Страус, немецкий мигрант, создал джинсы Левайс. Все, особенно в 90-е, жаждали эти джинсы, потому что это вот те джинсы, которым просто не было сноса. И знаешь, ну, не знаю, по крайней мере, в мое время, ну, напишите там в комментариях, как ваше, в мое время Левайсы считались просто сверх качественным изделием. На самом деле так и было. Мы с вами понимаем, что джинсы к нам пришли из одежды для рабочих. Да, почему? Потому что ткань была плотная, ткань была нечувствительна к износу. Плюс ко всему у изделия были зафиксированы карманы клепками, кстати, для чего? Катечка, для чего? Не знаешь? А для того, что карманы, на самом деле, у рабочего, представь, да, они очень быстро подвергались износу. Они отрывались, потому что в карман они накладывали, что там гвоздики, болты, что там рабочие накладывают, да. Говорят, золотоискатели аж слитки складывали, да. И для того, чтобы все-таки карманы зафиксировать и подольше носились джинсы, джинсовые изделия появились на карманах клепки. А сейчас продолжаем нашу викторину. Как ты думаешь, для чего был создан вот этот маленький кармашек? Это, кстати, тоже, опять же, во времена, когда их создавал именно Львайс, появился этот карман. Для чего? Как ты думаешь? Ну, я тебе сразу скажу, что не для зажигалки. Многие про это думают. Кто-то говорит, опять же, чтобы шпунтики складывать. Но на самом деле, вроде бы как, история говорит о том, что он создавался для презерватив. Нет! И не знаешь. Для часов. Часы были на цепочке, да. И для того, чтобы, во-первых, представь, что такой чехол для часов появился, да, для того, чтобы зафиксировать часы, чтобы они не потерялись, когда ты наклоняешься, был создан вроде бы как. Вроде бы как есть такая история. Этот карман. Ну, ладно, сегодня не об этом. У нас еще есть с вами сзади шеврон. Кстати, вот у дешевой модели шеврона. Нет! Уже начинается, да? Джакрон или патч. Он создан для того, чтобы, ну, понятно, да, обозначить бренд. Создавался он для того, чтобы убрать подделки. Потому что, естественно, все начали подделывать. Потом на нем фиксировался бренд, иногда даже состав. Ну, сейчас, мне кажется, это вообще все упростилось. По крайней мере, это не является сегодня критерием качества у джинс, как можно было подумать. Кстати, отвлекусь. Лучшая помощь от стильных людей сейчас, в непростое время для нас, будет, конечно же, ваш лайк, комментарий. И самое главное, досмотрите этот выпуск до конца. Потому что, во-первых, там будет примерка. Да? А во-вторых, это поможет продвинуть наш ролик. И так стильных людей станет еще больше. Так, переходим, собственно, к критериям выбора. Да? Ой, я здесь какой-то рилс видела, когда мужчину спрашивают, типа, какие джинсы нужны. И поехали по моделям. Знаешь, straight, but cat. И вот это вот все. И в этом действительно нужно как бы разобраться. Про тренды тоже сегодня поговорим. Итак, состав. Состав изначально, да, стопроцентный хлопок. Стопроцентный хлопок позволяет нам понимать, что джинсы будут носиться долго. Хлопок, кстати, есть очень разный. Вот здесь джинсы висят хлопковые, да, они просто достаточно жесткие даже. Кстати, вот эта история, когда у нас джинсы окрашиваются, да, мы понимаем, что изнутри, изнутри это всегда вот такая белесая сторона. Да, синие, а не только сверху. То есть, если вы видите изнутри и снаружи, это что-то очень странное. Хотя вот я сегодня вот тоже в джинсах, но мне кажется, это уже можно назвать больше брюками, да, потому что они молочного цвета, потому что они очень мягкие, хотя тоже из стопроцентного хлопка. От чего это зависит? Это зависит от того, какой хлопок используется в ткани. Да, он может быть коротковолокнистый, это дешевый хлопок. Мы с вами это помним по футболкам. Если не смотрела, обязательно вернись к этому прекрасному, грандиозному выпуску про выбор футболок. Да, и длинноволокнистый. Длинноволокнистый – это всегда дорогой хлопок и более дорогая джинса. Также в составе у нас может быть эластан. Кстати, я взяла показать вам. То есть, когда вы проверяете на прочность эту ткань, вы сразу понимаете, потому что она немножечко тянется. Хочется, чтобы эластана было где-то 1%. Если больше, они просто чаще будут подвергаться тому, чтобы растягиваться в самых незащищенных местах. В местах коленей и в местах попы. Иногда это не попа странная, а джинсы растянутые. Понимаешь? Вот иногда бывает так. И после стирки, если эластаны много, после стирки они не приходят в норму. Они не возвращаются. Хотя сейчас есть уже ткань, какая-то новая разработка. Называется он волокно Т400. Это эластан с памятью. Мне кажется, наверное, я подозреваю, это пока тоже как-то недешево стоит. Поэтому мы смотрим в основном с тобой 100% хлопок. Сейчас еще будем проверять, насколько он классно окрашен. Если выбираем модель с эластаном, то выбираем где-то, чтобы эластан был 1-1,5%. Все, это максимум. Дальше мы переходим к критерию качества швов и деталей. И мы с вами понимаем, что здесь у нас у хороших производителям всегда двойная строчка. Двойная строчка. И, конечно же, если это дорогие джинсы, там используется шелк, потому что он дает как раз прочность. Но спасибо, если это просто хорошая контрастная строчка, ровная и двойная. Нас это хотя бы так устроит. Традиционное переплетение нитей саржевое, то есть волокна, они у нас закрепляются и по диагонали переплетаются. Второй вариант – это ломаное саржевое плетение. Это одни из самых дорогих плетений, которые дают износостойкость джинсов. Но в любом случае, да, вот котечка сейчас поближе с ними. Вот мы смотрим у нас, да, нитки по диагонали. Еще бывает елочка, когда у нас ломаная саржа. И здесь смотрим более бюджетный вариант. Но тоже нитки расположены именно так. И сейчас я вам покажу, что у меня просто отсутствует это плетение. Да, я вижу диагональ, но вы видите, насколько она меньше заметна. Почему я говорю, что это уже меньше джинс, больше брюки, хотя и хлопковые. Давайте я вам буду прямо рассказывать все, что я сама помню, когда я приезжаю в магазин, на что я обращаю внимание. Значит, у нас с вами здесь две модели джинсов. Одна стоит 900 рублей, а вторая почти 3000, 2700. Мы их заказали на одном из маркетплейсов. По имени всего прочего, мы с вами должны посмотреть, естественно, симметрию швов, чтобы они не были кривыми. Хотя чуть позже, обязательно дождитесь этого, я вам расскажу про тренды и расскажу, что один из трендов, который, знаете, на взлете в этом сезоне, это джинсы с кривыми швами. Ну, то есть, это не на Алиэкспресс вы купили, а это задумка автора. Так бывает. Но об этом позже. И сейчас мы смотрим с вами, для того, чтобы швы были прямыми, чтобы они были симметричными, чтобы у нас с вами пояс, мы здесь срезали этикетки, чтобы никого не компрометировать, пояс у нас достаточно жирной строчкой. Сейчас Катичка вам все запротоколирует. По всему поясу прострочено. Здесь есть, конечно, косяки, которые я вижу, если честно. Вот здесь у нас с вами очень неаккуратно пришит карман. И у нас здесь не просто жирная строчка, а жирнющая строчка. Но, скажем так, это влияет ли это на функционал? Нет. Влияет ли это на впечатление, если это внутри, но по большому счету никто не видит? Нет. Единственное, на что это может еще повлиять, на износостойкость карманов. У кого карманы дырявятся? Вот здесь нужно посмотреть, потому что в дешевых моделях обычно производители не заморачиваются на тему того, какие внутренности у их карманов. И они быстро прорываются и, в общем, быстро приходят в негодность. Ну ладно, это уж если придираться. Ну вот понятно, что обмёточные швы, они, конечно, у меня здесь кривоватые. Да, в этой модели за 3000 рублей. Но я вам хочу сказать, что это не так страшно, как бывает. Потому что вот здесь мы видим, да, что они еще более кривые. Это раз. Но обратите внимание, кстати, сразу мы это с вами заметим, чем больше у вас стежков, чем дороже модель, тем дороже это обходится производителю. Да, вот здесь прям вот видно, на что эта модель дешевенькая. И самый главный критерий качества джинс это симметрия. Если вы видите какую-либо асимметрию, это говорит о том, что вы имеете дело с некачественным изделием. Да, на что я еще обращаю внимание. Здесь, кстати, да, мы решили с вами, что эластана и производитель, ну давайте все-таки отдадим ему должное. Производитель пишет о том, что эластана сколько? Два процента. Да, ничего не скрывает. Это уже прям спасибо. Да, вот это, кстати, скини, вот это вот скини, которая вернулась, и мы все плачем. Ну ладно. Дальше. Мы смотрим, застегиваем джинсы обязательно, молнию застегиваем. Здесь, во-первых, мы с вами можем увидеть посадку. Итак, когда вы приходите в магазин, и вас начинают запугивать всяким названием модели, а вот это, или вот это, или вот это. Не обращайте внимания. Мы их разберем сегодня как раз на примере трендов. Вы просто отключаетесь сначала и смотрите, да, смотрите состав, смотрите расположение талии, смотрите симметрию. Сейчас еще несколько нюансов расскажу, на что посмотреть. Итак, как мы понимаем с вами посадку? Посадка средняя. То есть, чем длиннее вот эта часть, тем у вас выше посадка. И чем она короче, да, тем мы понимаем, что посадка ниже. Еще очень важный нюанс. Хочется все-таки, что если у вас высокая посадка, то вот эта часть, она была, да, практически до конца, до конца вот этой части штанины. Почему? Чем короче молнии, тем хуже они сидят, тем больше они собираются. На мне, кстати, дорогие джинсы итальянского бренда Winter White. Мне показалось все-таки, что они теплее, да? Кстати, они пишут, что ISO 10, я сегодня реально смотрела критерии по ISO, это международные стандарты, так и не поняла, к чему они это, почему я об этом говорю. Очень часто это маркетинговая уловка. Вот они очень любят написать, да, что это ГОСТ, что это ISO, но, в общем-то, подтверждение нужно искать уже и гуглить. Ну ладно, сейчас не об этом. Вы видите, у меня достаточно высокая посадка у джинс, да, вот по этому месту мы с вами это понимаем прекрасно. Я намеренно взяла их больше и немножечко дернула на бедра. Это условно модное, трендовое ношение широких джинсов, вот этой модели. Понятно, что есть нюансы, потому что мы немножечко делаем больше себе низ, да, но я очень люблю вот этот эффект, да, они широкие, без каблука, да, но мы умеем носить эти джинсы с вами уже, да, мы умеем, вернее, мы имеем понимание, что если у нас широкий низ, лучше построить на перепаде объемов образ для того, чтобы не накинуть себе граммов и килограммов, да, высокая посадка и гульфик, как вы видите, вот эта вот часть оформлена практически по всему периметру этой зоны. Как я вам сказала, один из самых главных критериев это все-таки симметрия. И сейчас Катчика ко мне подойдет и мы посмотрим на симметрию данной модели. Кокетка, мы видим, да, но что-то пошло не так в дешевом модели. Плюс ко всему, конечно же, мы сравниваем с вами вот так, сейчас, да, мы сравниваем с вами вот эти швы, вот эту часть. Здесь мы тоже видим, да, что у нас не совсем симметрично оформлены изделия. здесь вот, ну, решили не париться. Такие, а что, вот давай отрежем вот просто вот. Так и я могу отрезать, да. Если вы покупаете изделие с необработанным краем, это должна быть имитацией необработанности, да, это должно быть красиво, аккуратно оформлено, а не просто как будто бы, не знаю, пьяный сосед отрезал вам вот эту часть. Дальше, значит, на что мы еще смотрим? Мы смотрим на карманы. И мы с вами понимаем, у нас здесь посадка, да, средняя. Карманы у нас должны быть оформлены посередине, да, бедер, посередине. Мы понимаем, что они здесь немножечко уведены наверх, да, снизу, если эти карманы, вы их часто наблюдаете, да, особенно в масс-маркете, что они нам дают? Они нам дают эффект вот этих висящих чайных пакетиков, да, таких невнятных. То есть, ваша попа красивая, но визуальный эффект, который могут привнести карманы, да, и разрушить всю эту прекрасную природную гармонию. Если сверху, мы тоже понимаем, вот здесь еще у нас идет ягодица наша, да, то есть у нас объем ягодицы визуально будет смотреться больше. Вообще, в принципе, карманы, да, с такой активной строчкой, с декором, понятно, что это будет придавать объем, потому что это заполненное пространство. Но мне, если честно, у этих дешевых джинсов не очень нравится, как оформлены карманы, и Екатерина Дмитриевна сейчас вам продемонстрирует, да, это криво, это криво в кость, это неаккуратно. Будет ли это влиять на впечатление? Конечно. Даже если вы совместите эти джинсы с каким-то дорогим жакетом, да, будет видно, что это дешевая модель, это будет снижать градус образа. Давайте посмотрим, как у нас оформлено на джинсах за 3 тысячи это все дело. Так, мы опять с вами разглядываем кокетку. Может ли быть без кокетки? Да, но кокетка, она как бы немножечко, немножечко формирует такой эффект трусиков, да, и просто, скажем так, ягодичная мышца смотрится привлекательнее. Здесь мы смотрим, карман у нас с вами, да, где-то посередине, уже чуть-чуть завышено хочется, немножечко ниже, но это прям, если придираться. И строчка совершенно несравнима с той моделью, которую мы уже смотрели. Да, и мы, кстати, видим с вами, что хлопок здесь очевидно плотнее, прокрашен неравномерно, да, но опять же, за счет того, что у нас сейчас джинсы с потертостями, это нормально. Здесь, кстати, было написано, что это чуть ли не хендмейд, но я очень сомневаюсь. Да, прокрашенность, скажем так, неравномерная, это нормально, то нас это и не смущает. Есть, в принципе, дорогущие джинсы, роу, да, как сырые, которые не красят на фабрике, и вот люди, гурманы, очень любят такие джинсы, потому что там не надо их стирать несколько раз, они должны приобрести какой-то свой оттенок и так далее. Но это уже другая история, мы, наверное, не гурманы, нам хорошие, качественные джинсы в долгую. Дальше, для нас важен краситель, есть краситель натуральный, который используют дорогие производители, и есть искусственный. Искусственный, кстати, может отдавать даже в красноту, когда ты с ним взаимодействуешь. То есть, вот когда вы постирали джинсы, потом смотрите, там вода в красный, такой цвет в бурый отдает. Но на этапе покупки как вы можете проверить свои джинсы? Взять салфетку, я беру, если честно, мокрую, мокрую салфетку, немножечко, в месте, в котором не видно, можно вот здесь вот прям внутри кармашка поработать, да, и мы смотрим, что у нас немножечко, немножечко ткань отдала краску. То есть, понятно, что еще раз, джинсы при первой стирке, они в любом случае полиняют, да, но нам нужно понять, насколько интенсивно это происходит, и насколько сильно вымоется краска. Значит, это вот у нас были с вами джинсы за 3000 рублей. Так, ну и у нас вот эти джинсы, которые мы тоже потрем с вами, с той же интенсивностью. И мы увидим с вами, что здесь краситель, краситель выходит более интенсивно, чем в тех джинсах, которые за 3000. Еще, конечно, мы смотрим на фурнитуру, да, но как минимум, фурнитура вот здесь, да, вот эти клепки, обратите внимание, очень некрасивого оттенка, как я говорю, грязное золото, красное золото, бурое золото, это то, что выдает стоимость джинсов. Вот здесь за 3000, которые handmade, да, вот так вот пробито, что тоже мне бы не хотелось, но это может быть просто вот в одном месте. Вот здесь, кстати, мог быть такой человеческий фактор. Вот человечек как-то неаккуратно пробил, хотя здесь она такая же. Сейчас. Да, но здесь мы видим, что фурнитура совершенно другого качества, да, разница в цене небольшая, но вот разница визуально реально большая. Плюс ко всему, я не знаю, помните вы или нет, я уже этот момент показывала, то есть как не примеряя, понять, сядут на вас джинсы или нет по размеру. Да, когда вы сгибаете ручку, вставляете, застегиваете джинсики, вставляете вот таким образом и понимаете, что вот это мой размер. Скинюши. Здесь, конечно, еще посадка важна. То есть обязательно джинсы нужно примерять. Это просто вот условно быстренько понять, ваш это размер или нет. Окей. Дальше. У нас с вами есть шлевки для ремня. И, кстати, обращайте внимание, потому что вот здесь бывают самые большие косяки брендов, самая большая асимметрия. Значит, сколько у нас должно быть по классике этих шлевок от 5 до 7? Они должны быть достаточно широкие, потому что, особенно в мужских джинсах мы понимаем, что там предполагается ремень для джинсов, потому что он, да, чуть более широкий, поэтому вот здесь шлевки, они не могут быть маленькими. Да, и мы с вами смотрим, чтобы они тоже были аккуратно пристрочены. В частности, у нас с вами здесь 5. Ну, вот здесь я вижу небольшую асимметрию. Кать, ты видишь ее? Да. Теперь посмотрим на более дешевые модели. Здесь, кстати, асимметрии нет. Выглядит все прям уныло. Очень уныло максимально. Хотя вот здесь вот я разверну, видишь, и тоже эта асимметрия будет присутствовать. Ну, еще один критерий, который мы с вами не сможем проверить, это в среднем качественные джинсы должны весить 800 грамм. Да, ну, типа условно говорят о том, что чем тяжелее джинсы, тем они плотнее, тем они дольше носятся и так далее. Я бы, наверное, на это не ориентировалась, потому что современные ткани, даже с добавлением небольшой синтетики, они могут служить достаточно долго. Да, но я, допустим, для лета беру более легкие джинсы, ну, это нормально, потому что можно умереть в плотных, да. На осень-зиму я смотрю хлопковые, более плотные. Обратите внимание, да, как работает, опять же, кокетка с зоной ягодиц. Да, это как раз тот элемент, который позволяет 3D, скажем так, 3D-модель впихнуть в брючки. Тем более, в хлопковые, которые не тянутся. Опять же, средняя посадка и какая маленькая молния. Это будет, опять же, влиять на посадку изделия. В общем, я вам так скажу, за 900 рублей эти джинсы я бы не стала брать. Ну, обратите внимание, модель скини, да, их показали, допустим, те же CELINE, их показали Balenciaga, но в стилизации с сапогами. Хотя у CELINE тоже был вариант из ботильона в том числе. Последний раз я видела на стритстайле выход кого-то, Ротаковский, наверное. А, в джинсах Миу-Мию, да, джинсы Миу-Мию и какие-то то ли лоферы, то ли мужские дерби в сочетании со скини. Такая новая история, может быть, это приживется, но мне просто чисто визуально не нравится эффект, который создают эти джинсы. Но здесь уже понятно, что дело личных предпочтений и вкуса. Кстати, еще на что я обращаю внимание, когда я пытаюсь понять, что у меня за модель, потому что, допустим, идеальные базовые джинсы, которые подовсё и вдолгу, это прямые, не в обтяг, да, с шириной по ноге. То есть, чуть шире, чем ваша нога. прямые. Тогда они хорошо подходят к какому-то ботильону, чулки. Тогда они, кстати, прекрасно входят в сапоги, классно стилизуются с туфлями. То есть, вариант и под жакеты, и под что-то более объемное, потому что явно есть перепад. То есть, это такая базовая модель подовсё. Опять же, нужно смотреть посадку, нужно учитывать свой силуэт. Прямой силуэт у вас стали, непрямой. Вот эта вся история, да, она требует индивидуальных настроек. Но в любом случае, как я проверяю модель, я её немножечко вот так складываю, опять вижу асимметрию, да. Но, помимо всего прочего, я понимаю, что у меня эти джинсы слегка зауженные. Мне это не надо. Эффект морковки, да, создающий объем на бедрах, идёт только женщинам, которые нужен объем на бедрах, а всем остальным не очень. Давайте проверим вот эту. Вот эта модель, кстати, я прям выбирала, чтобы она была прямая по ноге. И, кажется, мы не ошиблись. Оп. Да, и мы видим, что модель действительно прямая. Это, кстати, про размер. Когда вы берёте себе вот такие джинсы, рабочую лошадку на каждый день, прямого силуэта, подо всё, то вы берёте их размер-размер или даже чуть-чуть меньше на полуразмера, но чтобы вы могли дышать, чтобы у вас не было никаких были в их ощущении и так далее. Чуть-чуть, вот так плотненько, знаете, как будто вы вот в джинсах в этих поели плотно оливье на Новый год. Скоро мы как раз это испытаем. Вот. Никаких вот этих вот пальцев там не должно у вас входить, выходить и так далее. То есть достаточно плотно. Почему? Потому что джинсовая ткань потянется. Если мы понимаем, что там мы берём с эластаном, то она потянется очень сильно. Вот я сейчас два раза сяду, и уже там на них будут видны все наши анатомические особенности. Поэтому берём размер в размер или чуть меньше. Ну что говорить? Ну вот скини, давно их не было на мне. Ощущение так себе. Вот эти внутри всё-таки необработанные швы, они дают вот этот дискомфорт. Я прям их ощущаю, мне не очень приятно. Но посадку вы должны посмотреть для того, чтобы у нас было с вами честный эксперимент. Это джинсы за 900 рублей. Кстати, пока я мерила, какая-то часть этих джинс меня покинула. Вот. Да, опять же, лучше одни дороже немножечко хотя бы, чем вот это вот. Итак, друзья, если мы покупаем хлопковые джинсы, мы должны с вами понимать, что у вас должна быть идеальная посадка для вашей фигуры. Я не могу сказать, что мне нравится посадка здесь. Понятно, что они ещё подтянутся, но пока не подтянутся, я буду вынуждена ходить с верблюжьей лапкой. Вот как бы. Вот это с одной стороны мы можем сказать, ну я же не резиновая женщина, это нормально, что у меня там складочки, да? С другой стороны, ну и дискомфортно даже по ощущению, знаете, как будто вот что-то всё-таки в этот цветочек вошло и не вышло обратно. В принципе, в принципе, да, это не сильно критично, но если уж искать идеальные, то искать. Ещё один лайфхак, когда покупаете джинсы, обязательно в них присядьте. Это неприятно в данном случае. Сейчас мне кажется, молния просто вывалится, но я даже это даже неприлично понимаешь. Это просто верблюжьи лапки. В общем, короче, это абсолютно дискомфортно. Это очень важно, что вы сядете, встанете несколько раз и это всё на себе прочувствуете. Я предлагаю переместиться в магазин и обсудить тренды осень-зима 24-го, ну и, конечно, которые перейдут ещё и в 25-й. Нам же нужно понимать, что будет весной самое модное для стильных людей. Итак, мы переместились в бренд Белосвета, бренд Ильи Балычева, российский бренд с производством в Москве. Перед тем, как нам пойти с вами посмотреть, что дают, как говорится, обсудим тренды по-быстрому. Первое. Я вам говорила, что тренд на взлёте это джинсы с кривыми швами, то есть, это такая имитация, это конструкция, это не то, чтобы там рука дрогнула у швей, нет. Кватичка наша любимая, дорогая, покажет вам на картинках. Вы можете эти джинсы сейчас, эти варианты находить уже в магазинах, потому что это прям вот всё, как говорится, началось. Дальше. Покажу вам сейчас широкие модели, широкие модели джинс в моде, в топе, естественно. У вас может быть разная посадка, сейчас обсудим, кому какая подходит. Прямые джинсы, то, что мы называем straight, да, straight, прямые джинсы, то, что мы называем straight по ноге, конечно же, это та база, и, кстати, в Белосеве имеет смысл приезжать как раз за базой, это вот джинсы в долгую. Да, миу-миу показали скини, скини, я бы всё-таки сочетала с сапогами, для того, чтобы, опять же, не рубить себе ноги и не уродовать пропорции. Дальше, Closh, Bot Cut 70, естественно, Closh, это та модель, которую вы сейчас будете видеть повсеместно. Я их обожаю, мы сейчас посмотрим, обсудим тоже, кому подходит, какой эффект дают, с чем сочетать. Серые джинсы, тёмно-синие, как будто из сердца, да, как будто из необработанного материала, всё ещё, да, мы понимаем, что это уже не первый сезон, поэтому, если нравится, то носим. Подкова, O-силуэт, D-силуэт, это такой, да, прям очевидный объём снизу. Очень здорово, как я говорю, всегда работает вот это ощущение карандаша в стакане, чем больше стакан, тем тоньше карандашик, да, поэтому на перепаде объёмов тоже можем носить, если мы хотим добиться этого эффекта. Я бы брала как раз что-то, если верхняя одежда, что-то укороченное, чтобы не придавать себе такого эффекта лишнего веса. Гранж, эстетика состаренного, то есть, как будто бы испачканные в грязи, как будто бы их уже кто-то носил, как будто бы подрали, вот это вот всё, это, знаете, как папа моего мужа говорит, ой, дочь, а тебя что, собаки драли, ну вот это вот оно, да. Джинсы рабочего, уже не карго, но джинсы с большим количеством карманов, вы тоже можете их наблюдать, и декорированные, джинсы цветные, джинсы, джинсы на выход, кстати, у Белосевия была модель, которая в стразах, мы её примеряли, помните, вот так она ещё есть, поэтому, если хочется блистать на Новый год, но не терять комфорт джинсов, велкам, ну что, пойдём, поглядим, пощупаем фамилии. Ну что, баз-базовые, прямые, посмотрим, у нас несколько вариантов по цвету и по посадке, а вот они у нас, прямые джинсы с воздухом по ноге. Да, мы с вами уже научились проверять, насколько они прямые, и, собственно, мы это наблюдаем. Отдельная моя любовь, это вот красные карманы, блозочки мои. Хочется носить вывернутыми, да, слегка. Смотрите, у нас здесь с вами разная посадка, вот у нас высокая посадка, да, и у нас, например, есть варианты на средней посадке, и мы их здесь найдём. Опять же, кому подойдёт высокая посадка. У тех, у кого разница очевидная между ребром и бедром, то есть, да, когда у нас здесь есть разница, то у нас есть талия, у нас есть хотя бы место, где-то талия может заложиться, да. Чем меньше у вас вот это расстояние, тем, скорее всего, да, вы обладательница прямого силуэта. И то, и другое очень красиво, да, у каждой фигуры есть свои плюсы, есть какие-то неочевидные, минусы, почему неочевидные, потому что для вас это минус, для меня это, например, плюс. Я обожаю прямой силуэт, я обожаю силуэт с перепадом между талией и бёдрами, потому что это супер женственно. Здесь нужно просто научиться, да, подбирать изделия под свой силуэт, всё, и под свои особенности внешности. Да, что ещё важно, что если у вас животик, опять же, животик может быть разным, и у прямого силуэта это скорее животик вот как раз по всей поверхности. У силуэта, у которого есть талия, это где-то вот этот животик внизу. Но, что я хочу сказать, если талию не дали, бесполезно пробовать сажать, да, высокую посадку. Это, во-первых, будет некомфортно, вы будете пробовать брать другой размер, не свой, да, мы помним с вами, что базовые джинсы мы берём размером в размер, или даже чуть-чуть меньше. Будет дискомфортно, и, помимо всего прочего, живот будет ещё более заметен, понимаете. Поэтому лучше выбрать среднюю посадку или чуть ниже. Здесь, конечно, мне очень нравится цвет. Вот именно такой оттенок я бы брала на осень, потому что это не марка. Сейчас бабушка Стаси зашла в чат, да, это практично. Это очень красиво по сочетаниям, например, с рыжими оттенками, коричневыми оттенками, оттенки бордового, вот цвета бабкиных ногтей, как мы любим, тоже очень красивое сочетание с бежевыми оттенками. В общем, для меня эта позиция просто беспроигрышная у бренда Белосеви на осень. Да, допустим, с высокой посадкой, или мы можем рассмотреть такой же вариант и выбрать со средней посадкой. Плюс ко всему, мы с вами должны понимать, что вот джинсы очень красиво протёрты, да, у них очень интересный оттенок, как мы с вами понимаем. Но вы должны понимать, где протёрты, вот здесь протёрты общим полотном, да, не так страшно. Если у нас есть потертости, просто контрастные на тёмной ткани, мы должны понимать, где они расположены, потому что они дадут эффект объёма, да, и это нужно тоже учитывать, работая с собственной фигурой. Мои любимые Белосеви просто, а в этом сезоне ещё и база, да, это боткаты. Боткаты у нас с вами тоже есть вот в таком варианте индиго. Те джинсы здесь из хлопковой ткани. Сейчас посмотрим, по-моему, это тоже хлопок, но, вы знаете, я даже сажала на девушек с формами, и это потрясающе садится. Вот серьёзно, здесь настолько продуманная конструкция, что это очень красиво формирует силуэты, и вот это вот ягодичные мышцы делает, такое белиссимо перфекто, да. Итак, у нас с вами здесь джинсы боткат, 98% хлопок и 2 эластан, да, но карточку нас сейчас потрогают, они достаточно плотные, иди сюда, они достаточно плотные, чувствуешь, да, мы сейчас вот так вот с вами потрогаем, почему я говорю, ещё на формы садятся, потому что на формы посадить джинсы из чистого стопроцентного хлопка тяжеловато, да, у нас есть как раз вот этот перепад, как я всегда говорю, вообще у нас трёхмерная да, внешность, у нас есть объёмы, 3D объём хлопка, и попробуйте эту хлопку втолкнуть в джинсы из хлопка, да, тянутся, но не так сильно, как те, которые я вам показывала в студии. Да, мы посмотрим с вами, посмотрите, какая совершенно другая обработка внутренних швов, вот этот красный кант, это вообще в принципе фирменная такая фишка белосеви, дальше посмотрите, как у нас оформлены карманы, чётко посередине ягодицы, вот эта очень красивая галочка, которая нам и приталивает изделие, и формирует очень красивую вот эту зону ягодиц, и короче, буткат это то, что классно работает, не нужно их бояться, да, если у вас формы, если у вас класс, дали классных ягодиц, да, кто-то приседает, между прочим, чтобы они были классными, а кому-то дадено, ну так вот, почему, потому что у нас как раз вот эта модель очень классно балансирует эту линию, и если вы ещё дополните линии плеч, то всё очень серьёзно гармонизируется, и получится наша любимая вот эта женственная фигура с правильными пропорциями. Ещё одна из моих любимых моделей это палаццо, это широкие джинсы полной длины, сейчас, вы дождите, ну вот вы знаете, такая ширина, которая, которую я могу сказать, взять за идеал, да, за абсолют, потому что это не та ширина, когда вот, знаешь, вот ощущение, как у меня, немножко навалило, вот, извинися, это вот, скажем, та ширина, которая сбалансирована с учётом сегодняшних актуальных трендов, но не перебор, когда это прям супертрендовая какая-то модель, да, вот с вот этими, со всеми висящими историями, то есть, это та модель, которая может украсить большое количество фигур, палаццо полной длины, это вертикаль, да, это всегда очень гармонично работает с фигурой, опять же, я всегда говорю о том, что никогда не бывает лишним для женской фигуры построение пропорций в пользу ног, всегда, работаете, я не знаю, вы с лицом, работаете вы с бёдрами, работаете вы с ростом петит, но, длинные ноги не мешают никому, никогда, это прям маст для женской фигуры, поэтому палаццо для меня это тоже та модель, которая в том числе рассматривают для девушек с формами, естественно, немножечко приподнять, да, это может быть просто приподнятая подошва, не обязательно каблук, сбалансировать вот эту линию бёдер с плечами, это будет перфект у белиссему, естественно, тут нужны индивидуальные настройки, я об этом не устану повторять. Есть у нас палаццо с рваниной, то есть, когда, знаете, я что-то в очередной раз примеряю свои джинсы, а вы должны понимать, что так как это ключевая вещь моего гардероба, да, это целый джинсовый гардероб, у меня много разных моделей под разные впечатления от фигуры и под разные компоненты образа, под укороченный жакет, под объемный жакет и так далее. Соответственно, с рваниной, у меня тоже есть, как только я их беру, начинают писать, Стас, а что, рванина еще в моде? Да, смотря какая рванина, опять же, но вот этот гранжевый эффект сохраняется, да, мы 90-е, опять же, с вами эксплуатируем все еще, поэтому, да, они присутствуют. Это уже, скажем, другая рванина, да, она какая-то более деликатная, что ли, да, Кась? Да? Ну, как будто рванина, она такая интеллигентная рванина, рванина с достоинством, я бы сказала, да, и мы тоже абсолютно спокойно рассматриваем такой вариант. Если хочется, вот такой модный эффект, берите на размер просто, или даже на два, больше, да, и стройте свои модные образы на перепаде объемов. Но обратите внимание, что-то нет мамсов, да, а что нет? И слава богу, я 55 раз перекрестил, спасибо большое. Я считаю, это джинсы, которые идут исключительно прямому силуэту девочкам, которым нужны ягодицы, нужен вот здесь объем, да, все остальное, как я говорю, ножки, морковки, вот так это выглядит, вот реально, вот так это выглядит. Готовы ли вы, свою красивую фигуру, отдать на растерзание вот этому эффекту? Я нет, а вы пишите в комментариях. Итак, дернем вот джинсы, да, буткот, да, мы понимаем с вами, Екатерина Дмитриевна, давайте проверим, какая у нас посадка? Высокая. Высокая. Мы видим, смотри, молния, видишь, молния практически здесь, на весь гульфик. Это будет очень здорово работать на классную посадку. Да, проверили карманы, развернули, ну швы здесь всегда идеальные, ну что, ну ладно, ну мы развернем, и что? Ну а вдруг здесь пропустили, да? Идеальная обработка, все это будет влиять на посадку и впечатление, но помимо всего прочего, обратите внимание, мы с вами понимаем, что у этого изделия, давайте я вам вот так покажу, чтобы уже вопросов не осталось, вот у этого изделия, вы прям ведете ручками и видите, как руки, да, видите это, как руки рисуют силуэт, это приталенная модель, и когда вы приходите в магазин со своей красивой, приталенной фигурой, приталенным силуэтом, и начинается вот здесь вот, да, застревает, а вот здесь велико, это означает только одно, что у вас есть перепад между талиями и бедром, но на самом деле силуэт, это только вот эта часть, что вы понимали, не груша, не яблоко, не прямоугольник, это сейчас меня уже опять стошнит от перечисления, да, а вот эта часть, все остальное, это индивидуальные особенности, с которыми нужно работать, то есть основная ваша задача посадить на свой силуэт, знать свой силуэт, находить вещи конгруентные этому силуэту, да, и собственно, выстраивать это взаимодействие, соответственно, приталенный, поэтому и красиво будет поп оформленный, вот здесь будет все здорово прилегать к талии, длинные ноги, красивые пропорции в пользу ног, просто перфекто и белиссимо, я предлагаю эти мерить, мне кажется, мне надо выходить вот так, задом, нет, вот таким образом, как член, нет, в общем, короче, вы ведь сами все видите, абсолютнейшая любовь с точки зрения посадки, понятно, что у меня сейчас сандали, такой себе, да, на осень, вы тут, опять же, вы у меня это умеете, нафантазировали себе классной, можно казаки, можно какие-то ботильоны, можно на каблук, можно на приподнюю, подошву себя поднять, да, смотрите, опять же, по поводу длины, по поводу длины, если они вот складываются, там прям вот одна такая складочка может быть, не гармошкой, потому что это горизонталь, она нам нафиг не нужна, да, и при всем при этом, это вот беспроигрышная история, если вам нужно подо все, одни джинсы подо все, если вы не готовы там иметь какой-то джинсовый гардероб, как ваша покорная слуга, да, то вот, пожалуйста, вот эта модель, прямая, у меня средняя посадка, я работаю со своей фигурой, у вас, да, это индивидуальные настройки, моя любимая фраза на сегодня, здесь я еще вот выцегнила, правда, в размере L, вот такую вот куртку-пиджак, кстати, очень красивый, очень модный вариант, да, мы помним с вами, из влога про тренды, если не помним, возвращаемся и смотрим, что вот эти высокие воротники, поднятые воротники, это один из трендов сезона, да, но мы опять же можем носить уже в каком-то более расслабленном варианте, эти безумно красивые карманы, вообще качества, я примеряю L, имейте в виду, обратите внимание, никакой верблюжей лапки, обратили внимание? Ну, я вам про что, в общем, короче, покружусь, а вы под впечатляетесь, правильно? Поехали! Хочется тебе у меня уже спросить, где библиотека находится, да? Чувствуешь? Вот о чем я говорила, боткат – это то, что может расцеловать женскую фигуру при правильном использовании, при правильной посадке и подобранному силуэту. Я примеряю на высокой посадке, мы понимаем, что я не обладательница большого перепада, намекаю, поэтому, когда я беру высокую посадку, я беру на размер больше. Сейчас я взяла размер в размер свой, который я ношу, я ношу 26-й, чувствуете, не эксцесса все, ну, так вот, и мне прям дышится так достаточно тяжело, но это, знаете, с одной стороны, хорошо, пришел в ресторан, сразу попил воды и ушел обратно, да, не надо вот это вот, не надо инсинуации, ну, так вот, это в любом случае потянется, мы помним, что это модель с эластаном, да, поэтому размер в размер окей, но на будущее мы с вами понимаем, да, если не обладательница шикарной талии, есть перепад, но он небольшой, то чуть-чуть на размерчик побольше, для того, чтобы просто дышать, да, но посмотрите, какой красивый баланс, просто посмотрите, как красиво, Катюшка, ты улыбаешься, класс, вот, да, как красиво здесь смотрится женская фигура и бедра, да, есть у нас вот этот прекрасный баланс, рубашку можно немножко подрастегнуть, и будет у нас иллюзия Мюллера Лайера, которую мы любим, которая нам вытягивает рост, добавляет стронности, просим то, что, то, что доктор прописал, ладно, не буду искать здесь еще условный жакет с плечами, все дорисуйте, сейчас просто посмотрите, полюбуйтесь, и пишите, какая модель вас больше всего вдохновила сегодня. но еще одни любимчики палацсо, черного цвета примеряю для вас, полной длины, вы посмотрите, Екатерина Дмитриевна сказала, что это прям какой Екатерина Дмитриевна? вечерний вариант, потому что ей казалось издалека, что они как будто какие-то бархатистые, да, чувствуете качество ткани, ну и посадка, да, подчеркнутая талия, очень красивая линия ягодиц и бедер, магазин на диване, да, черный цвет, еще с топом красиво работает, да, совершенно другое впечатление от фигуры создается, тоже ноги длиннюши, талия тончушь, на зависть врагам, на радость людям, поехали! Ну и что, у нас обнаружен настоящий гранж, да, не одна дырка, а как положено, угу, и это коллаборация основного бренда Белосеви с стилистом Александром Роговым, мы с вами в прошлом году примеряли, я думаю, в этом году нельзя нарушать традиции, правильно, потертости, обратите внимание, сзади в душных местах, а спереди такой небольшой провитраж, вот сегодня в Москве жарко, и вполне себе, я бы, конечно, с какой-то белой майкой носила, отыгрывала здесь наличие белого шнурка, вот это Катерина Дмитриевна с своим строгановским училищем, у нее там глаз дергается, слишком белый шнурок, белая майка, белый шнурок для меня отсыл к спорту, здесь бы какие-то спортивные элементы, например, укороченный кроп-топ, сверху жакет, кроссовки на высокой платформе белый, и это очень хорошо, надо уметь обыгрывать Катерина Дмитриевна, понимаете, вот так вот, да, ну, а Александру наш стильный приветик. Ну и, кстати, да, сразу понятно, условно, как отличаются модели трендовые от базовых на каждый день, поэтому здесь уже выбирает каждый свое, да, и мы с вами понимаем, что на любую фигуру, посадку пропорции, под любой запрос от трендовых до базовых мы можем с вами абсолютно спокойно найти варианты. Здесь самое главное – понимать, а что вы хотите этим образом достичь, куда пришли, прийти в какую точку, и сразу разложите инструменты, за счет которых вы этого достигнете. Все просто. Мы тут с Екатериной Дмитриевной нашли какой-то лайфхак, говорят, годный. У нас с вами на повестке дня два лайфхака. Я хочу показать первое, как классно сложить джинсы очень быстро, для того, чтобы в гардеробе был порядок, да, а второе, мы с ней что-то увидели, что типа, можно как-то подшить вообще, в ателье не отдавать, не знаю, может, чушь собачья, может, в раке бешеные собаки, я не знаю. Сейчас попробуем. Прикиньте, с линейкой приехала. Ну, как-никак, школьная пора началась. Еще. Испробуем. Так, и у нас с вами вот так вот, где-то, да, опа, мы втыкаем на сантиметре где-то, да. Постарайтесь, чтобы это было ровненько. Вы можете, кстати, взять мел и мелком отчертить. Вот здесь линию, да, отмерить, сколько вам нужно, мелком прочертить и, собственно, заниматься потом вот этой штукой. Ну что, давайте проверять, давайте проверять, работает или не работает. Катерина Дмитриевна, больше всех Катя у нас радуется, потому что она петит, она говорит, что я все подшиваю. Оп. И все. И все, подшилось. Ну, класс. И у нас все подшилось. Ю-ху. Разорим одни джинсы для того, чтобы показать, а как же их свернуть. Так. кладем. Итак, берем, подворачиваем одну брючину. Вторую. До кармана? Да, до кармана, по-моему. Сложили. Здесь сигналка. Все. Ну что, дорогие мои, я надеюсь, вопросы с джинсами закрыты. Их больше не возникнет. Ну, а если мы что-то не раскрыли, обязательно пишите нам об этом в комментариях. Обязательно, если вам здесь меня мало, ищите наши другие социальные сети. Я напомню, ссылка на них в описании к этому ролику. Ну и, конечно же, ждите следующий выпуск, потому что мы увидимся совсем-совсем скоро. Пока-пока.